Урожая в этом году нет. В прошлом году был урожай хороший, прекрасный. Небогатое на яблоки лето, поэтому в храм жители села Куркино приносят в основном фрукты из магазина. По обычаю, освященные в День Преображения Господня, плоды обретают чудодейственную силу. В народе этот праздник называется Яблочным Спасом. В дворянской усадьбе Спасской Куркино традиционно он проходит по-особенному. Над полями песни задушевные. Именно задушевностью и наполнена атмосфера усадьбы. С самого утра к особняку стягиваются зрители. Пришли мы сюда, потому что мы коренные жители Куркино, и усадьба для нас очень много значит. На праздники можно было попробовать натуральный мед, ароматный чай и встретить настоящих мастеров. Значит, мы торгуем традиционной, северной, русской, самой древней росписью, мизинской. Эти изделия мы сами расписываем и сами продаем. Уже по традиции к 19 августа выходит цвет книга, посвященная усадьбе Спасской Куркино. Это уже третья книга об истории нашей усадьбы. Если первая книжка была о дворянах Андреевых и Рязановых, вторая книжка о нашем храме. То есть сегодня мы выпустили книжку Алексея Федоровича Рязанова. Он описывает свои воспоминания детские о том периоде, когда он проживал здесь, в детстве, описывает ту эпоху. Для жителей Куркино яблочный Спас – престольный праздник. Здесь находится храм преображения Господня. Его начали восстанавливать 10 лет назад. В 70-х годах святыню уничтожили тяжелой техникой. К танкам привязали тросы и разорвали здания. Троссы толстые, вот такие тросы, они лопались, по два, по три троса связывали, все колонны разорвали, и свод весь рухнул. Всю площадку разровняли, все кирпичи народ местный разобрал там для строительства этих картофельных ям. Ну, кто куда, как говорится, все растащили, разровняли. И сделали на этом хоккейный корт. Скоро в храме появится отопление, и он задышит по-новому, уверен церковный староста. Потихоньку церковь наполняется и образами. Вот и сегодня, после реставрации, свое место заняла икона XIX века. Ее несколько лет назад Александр выкупил буквально за бутылку водки. Завершили праздник чаепитием с пирогами и дарами лета. Сегодняшнее торжество – это еще и проводы солнечного времени года. По народным поверьям, с этого дня преображается природа. Начинается осень. Алена Александрова, Алексей Романов. Новости Вологды.